Продолжение следует... Можно понять, насколько тебе этот вопрос нужен, суть этого вопроса, для чего, как использовать. В познании мы тянемся все, но нет таких людей, которые не тянули в познании. Но насколько это важно, насколько это нужно, я сейчас вот две минуты в какое-то время. Один молодой человек хотел стать мудрецом, который искал самого мудрого на земле. Долгое время он изучал, спрашивал всех, что самый мудрец на земле. И в итоге выяснилось, где-то там в пустыне живет какой-то... Вот он к нему долгое время добирался. Это в старые времена были кораблями, пешком, блюдами. И добрался. Вот это пустыня, вот это хижина, это хижина живет самый мудрый мудрец. Вот он включил, выходит старенький человек, говорит, вы такой? Он говорит, да. Вот я пришел к вам, научите меня мудрец. Он говорит, я вас вызвал, и перед, и к нему закрываетесь. Молодой человек растерялся, потом опять включил. Вы знаете, моя мечта, говорит, я там несколько лет изучал, где живет самый мудрец. Несколько лет забирался до вас. Вот я на вас забрался, вы где закрываете. Ну это ж тебе нужно, мне это не нужно, опять где закрываете. Ну несколько попыток еще он сделал, потому что это бесполезно, потому что что он на него кричат. И прогнал. Он разворачивается и идет. Моя мечта, насколько времени это пократило. Хрусталит, надо вот так вот раз в одночасье развивать. Нет, опять разворачивается, опять включить. Выходит, ставится. Он говорит, о, вот теперь я вижу, что ты действительно хочешь. Ладно, буду тебя учить, поймем со мной. Ну выходит, а не какого-то водоема. Он говорит, раздевайся, буду учить тебя плавать. Урок первый. Ну разделись, воду заходит. Не успели зайти воду хитрым движением. Этот ставец его скрутил и начал торпеть. И приговаривается при этом. Я понял, что я тебя не освобожусь, пока не утоплю. Ты меня все равно достанешь. И топит его. И вот в самый последний момент уже практически он чуть ли не затохнулся. Он говорит, отпускает, отпускает. Он говорит, быстро. О чем сейчас думал под водой? Он говорит, как воздуха набраться. Ты не думал, как мудрости набраться? Ну нет. Он говорит, когда ты будешь хотеть набраться мудрости, как ты хотел сейчас воздуха, ты ее получишь. Ну это я не к тому, чтобы не ответить вам на вопросы. Хотелось действительно сначала понять, насколько вам нужна эта ключевая ставка. А вы что с ней будете делать? Они уже зависят. Не-не-не-не. Это не я. Вот скажите. Что вы с ключевой ставкой будете делать? Что вы будете делать с ключевой ставкой? Друзья русские. Хорошо. Так. В зале есть? Отлично. Металисты есть? Кто же к ней в полной металле окончил? Как вас зовут? Мария. Мария. Как вы думаете, что будет делать с ключевой ставкой? Если она для чего-то нужна, значит, это не точно. А как вы думаете, для чего она нужна? Не знаю. Вы знаете. А подумайте. Я подумаю. Я подумаю обязательно. Что в банковском секторе повлияет с уровня ключевая ставка? Что станет дешевле? Кредит вы будете брать. Кредит вы будете брать. Кредит вы будете брать. Ключевая ставка. Это же ключевую ставку выделяет центральный банк. Кредит вы будете брать. Кто-нибудь в зале знает, для чего нужна ключевая ставка молодого человека? Кредит вы будете брать. Дали. Есть представители факультета этого? Не найдём. Есть представители факультета этого? Кредит вы будете брать. Не найдём. Не надо. Я надо. Добавлю что-нибудь. Да, да, да. Нет, нет, нет. А что? Да, нет. Да, нет. Ну, давай. Молодцы. Стесняются? Послушайте, а нельзя стесняться ни в коем случае, нельзя отначально. Нет, вы боитесь, что у вас мудрость не будет учить, а у вас, конечно, нет других периодов, кроме научить. Подмолочили, а как это произошло? А в это куда приехали? С Калининград. Ну вот видите, это крайняя точка со одной стороны. А есть кто-нибудь из Дального Востока? Нет. Расскажите, в Калининграде, для чего вам нужно знать и живым стартам? Ну, вообще, я знаю, что это. В общем, началась на процессе. Пригодится. Спасибо. Да.